В первой половине дня мы с вами поговорим о лечении одиночных и множественных рецессий десны в области зубов и имплантатов. Сегодня вы будете у меня экспериментальными слушателями. Я предложу в конце первой вот этой части одну новую методику, которую я пока ее обкатываю для себя. Я начала ею работать полтора года назад и пока я готова только по клиническим случаям с ней поговорить и обсудить с вами даже в каком-то дискуссионном ключе. Я про нее все расскажу. Это будет такое, что еще никто этого не слышал на самом деле. И я еще пока 100% даже не готова основательно ее как-то представлять, поэтому это будет уже на такой десерт самый, я бы сказала. Итак, как всегда, начиная наше лечение, что мы должны с вами сделать? Должны поставить диагноз. От правильной диагностики зависит успешность последующих наших действий или ее неуспешность, к сожалению. Для того, чтобы поставить диагноз, вы должны понимать, что вы делаете, к чему вы прикасаетесь, какая классификация вашей диагностики и так далее. Поэтому мы с вами быстро повторим просто базовые знания, которые вы получили в институте, но уже просто с течением времени это затирается, забывается. Про дентологию, к сожалению, и в Советском Союзе, и в постсоветском пространстве образовательном посвящалось очень малое количество часов наших учебных. И все, что нам приходилось, это добирать уже дальше самим, по мере просто восстановления как врача. Так, мы будем с вами использовать данные сокращения. Ширина картинизированной или прикрепленной Диснея, это одно и то же. Называть ее можете как угодно, это просто разница школ, московской и петербургской, не имеет никакого значения. Уровень клинического прикрепления, глубина зондирования, глубина рецессии, цементно-эмалевое соединение, свободный тканевой трансплантат, свободный деэпитализированный трансплантат и толщина картинизированной или прикрепленной Диснея. Теперь я бы хотела услышать, кто-то знает классификацию по Миллеру рецессии? Ну, руку. Один доктор, все, я поняла. Ну, тогда с нуля. Итак, для того, чтобы не показывать вам это все на картинке, это фотография а-ля натураль изо рта пациента, чтобы было понятно, как поставить диагноз. Значит, рецессия первого класса оценивается по Миллеру любой глубиной, это не имеет значения, какая глубина этой рецессии. Самое главное, это наличие прикрепленной Диснея опекальния рецессии. Спасибо большое. Опекальния вот здесь, над зенитом рецессии, должна быть прикрепленная кератинизированная Дисна, наличие неутраченного сосочка и любая глубина рецессии. Она может быть миллиметр, может быть пять, это все равно будет первый класс. Второй класс мы рассматриваем, да, это отсутствие прикрепленной Диснея, сосочки все сохранны и любая глубина рецессии. Как вы думаете, что будет в третьем классе? Начнется утрата сосочка. Четвертый класс – это полная утрата сосочка. При этом рецессия может быть миллиметр, но если у нас полная утрата сосочка, мы ставим четвертый класс по Миллеру. Зачем нам все эти знания? Так вот, на основании постановки диагноза и уточнения тех нюансов, которые не включила в себя классификация по Миллеру, мы будем с вами принимать решение, каким методом мы будем оперировать эту рецессию. И, соответственно, и результат наш будет, если мы правильно выбрали и все правильно сделали, 100%, но если только пациент сам не вырвет что-то у себя изо рта, у вас будет 100% успех. Ну, это уже как бы в сторону баек про пациентов. Все. Давайте поставим диагноз вместе. Мы с вами сейчас разобрали классификацию. Давайте. Вот это 41-й зуб. Да, давайте диагноз поставим здесь. Какой здесь класс рецессии? Третий, да, прекрасно. А здесь, в 42-м? Нет, как? Смотрите сюда. Тоже третий, потому что даже вот такая утрата сосочка, она уже говорит о том, что здесь третий класс. А 43-й зуб? Тут точно первый. Второй. Второй. Здесь нет кертинизированной зубы. Вот это, собственно, слизистая. Видите, она вот борозда, и сразу идет слизистая. Как вы думаете, вот на основании только вот этих показателей можно принять решение, как оперировать пациента? Какие, например, вот при данном лечении, вот при таких, например, вот этих зубов, какие здесь есть нюансы и особенности, помимо тех показателей, которые мы с вами обсудили. Ну, это все, да, но есть самые простые. На самом деле, все немножечко вообще ближе к правде. Например, в области 44-го, 43-го и 41-го зуба есть образие твердых тканей, да, так называемое некариозное поражение, с чем они связаны, мы сейчас уточнять не будем, но их наличие обуславливает применение определенной уже техники, потому что если мы просто переместим сюда, например, наш слизистый надкосничный лоскут, то в области образия зуба будет сгусток, который рассосется, и наш лоскут просто спадет туда, и получится обратный рецидив. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому есть нюансы, которые не включила в себя, к сожалению, классификация по Миллеру, хотя по сей день это единственная классификация, которая применяется во всем мире и утверждена в ОСС, и на сегодняшний день ничего другого не принято. Но нам очень важно понимать, что мы еще учитываем. Алексей, у меня тут какая-то… да? А вот смотрите, четвертый класс, да? Как вы думаете, имеет смысл оперировать этот зуб? Я бы не знала, если честно. Вот я его удалила. Нет, но это связано еще с тем, что он дистопирован, да. Все равно смыть этот зуб, даже если будет удача. Тут просто, да, есть проблема четвертого класса, то, что здесь нету сосочка, нечего перешивать, не к чему подшиваться. Положение зуба самого, да, к сожалению, этот зуб, он был удален. Вот. А теперь мы поговорим вот об этом с вами. Классификация по Миллеру не учитывает наличие образия твердой ткани зуба или отсутствие. Не учитывает ширину кератинизированной десны. Мы в классификации с вами обсудили, она в первом классе есть, а в последующих классах ее нету. Но сколько ее надо, чтобы принять решение, применяем мы какой-то пластический материал, там, ауто или мы используем только свои собственные ткани. Какая это величина? Сколько она должна быть, чтобы, например, мы точно знали, мы здесь обойдемся без применения аутотрансплантата. Никому в голову, господа ортопеды, никому в голову ничего не приходит. Ваша любимая прикрепленная десна, сколько она должна быть? Три. Три почему? Кто-нибудь знает? Биологическая ширина, потому что в норме у пациента на зубе 3 миллиметра. Ну, если это нормальные, здоровые ткани продонута, это 3 миллиметра. Соответственно, мы всегда стремимся к наличию 3 миллиметров прикрепленной десны в области зуба и имплантата, соответственно, тоже, потому что на сегодняшний день мы уже не разделяем зубы с имплантатами, мы оперируем как то, так и другое. Продолжение следует...